Привет, меня зовут Саша Кокусто, это видео «Делаем буквы» на канале «Твой шрифтовой фетиш». В этом видео мы немножко детальнее разберем компоненты, элементы референсы, разницу между ними и как это все можно использовать в работе над вашим шрифтом. С основой мы закончили, но мы помним, что у нас в кириллице есть точно такие же буквы. И вот теперь, когда мы с вами говорили про компоненты, мы можем, используя готовые буквы, просто продублировать. И делается это несколькими способами. Самый простой, это мы открываем русскую букву «О». По умолчанию, если вы создаете шрифт, они, скорее всего, у вас уже привязаны, но мы их удаляли, насколько вы помните. Я делаю этот компонент, не элемент референс, потому что я его могу добавить. В принципе, давайте сделаем так. В «Н» я добавлю компонент, в «О» я добавлю элемент референс. Сейчас я пишу букву «H», она у меня вставилась. Вот она есть. Здесь я вижу, что это у нас компонент, соответствующая иконка. Я ее не могу редактировать. Это принципиальное отличие компонентов от элемент референсов. И открываем букву «О» и добавляем к ней элемент референс. Окно практически точно такое же, поэтому можно запутаться, но в целом. Вот. Я добавил букву «О» в виде элемент референса. И теперь, если мы откроем все эти буквы, то вроде бы разницы особо никакой нет. Это у нас оригинальная латинская «Н», это оригинальная латинская буква «О», это русская буква «Н» и это русская буква «О». Как видите, компонент нередактируемый, я не могу с ним ничего сделать. Даже если я попробую что-то сделать, искну на него два раза, он мне перекинет на исходную букву. А вот «О» в отличие от «Н» я могу редактировать. И это принципиальное отличие букв друг от друга. Если я добавил ее как элемент референс, целую букву, я могу ее отредактировать. И это отразится и на родительском слое в том числе. Поэтому, если вы не любите перескакивать с одной на другую, то, в принципе, можете добавить себе такой вариант. Но гораздо правильнее все-таки будет добавлять именно компонент, потому что, когда речь идет о диакритике, когда вы берете, допустим, букву «О» в какой-нибудь расширенной латинице, добавляете к ней тильду, диерезис и это еще что-нибудь, вам не нужно каждый раз рисовать эту букву. Вы просто берете отдельно нарисованную тильду, которая подходит также к букве «А», к букве «Е», например, или не подходит. Но суть в том, что много раз вы можете ее использовать и просто соединять эти два компонента. Это можно увидеть на вот такой схемке, которую я нарисовал. То есть у нас есть буква «А». Это оригинальная латинская «А». Есть «Ринг», есть «Сильда» и есть «Циркумфлекс». Это все расширенная латиница. На основе вот этих четырех символов я могу создать еще дополнительные буквы. Кириллическую «А», латинскую «А» с тильдой, латинскую «А» с циркумфлексом и латинскую «А» с кружочком. И при этом этот же кружочек можно использовать где-нибудь еще в другом месте, но, наверное, нигде. Но, по крайней мере, в тильду точно можно над «Оп» повесить и так далее. То есть, имея базовый набор таких оригинальных букв, вы можете на счет компонентов собрать практически всю расширенную латиницу и немножко кирилльцу. А вот если… Здесь написано еще «Автолейер». Автолейер – это такой упрощенный вариант создания компонентов, когда вы можете… Точнее, он, наверное, даже усложненный, расширенный. Вы можете не просто компоненты добавить, но с помощью специального рецепта, который вы прописываете вот в этом поле с леговскими фигурками автолейеров, вы можете их позиционировать выше, ниже и так далее. То есть, если, допустим, вам нужно из каких-нибудь фигурных скобочек сделать такие же, но чтобы они были не просто зеркально… Точнее, не просто скопированы, а еще и были зеркально отражены, и еще находились на определенном уровне, на высоте какой-то, то есть кавычки, например, те же самые. Есть те, которые просто снизу, а есть снизу и сверху. Вам не нужно рисовать их с нуля. Вы просто берете оригинальную кавычку, копируете ее в виде автолейера, и с помощью этого рецепта можете задать, чтобы он был перевернут, чтобы он находился на определенной высоте. Мы этого здесь делать не будем, хотя нет, мы будем делать таким образом девятку, потому что шестерка – это перевернутая девятка, по большому счету. Но нельзя просто ее перевернуть. Нужно еще ее немножко приподнять, либо опустить в зависимости от ее площадки. Все это мы разберем, когда будем делать цифры. Вот. Ну, то есть, делайте так. Если у вас задача создать букву на основе другой буквы, используйте компоненты. Если у вас задача собрать полноценную какую-нибудь букву из кусочков, используйте, во-первых, элемент референсы, потому что их можно потом в любом месте редактировать. Ну, допустим, если у вас пиксельный шрифт, состоящий из десяти, там, из пятидесяти квадратиков, вам не нужно искать родительский, чтобы его изменить. Вы можете любой из них изменить, и это отразится на всех остальных. Вот. И у вас есть галерея элементов, в которой все элементы, у которых есть имя, это принципиальное отличие, отображаются. То есть, можно взять, например, элемент О и дать ему название в этой графе О. И все. Теперь он у нас попал в галерею. Если я уберу это имя, то он пропадет. Нет смысла добавлять к галерею целые буквы, потому что вы их используете только несколько раз. А вот какие-нибудь элементы в виде засечек или каких-нибудь вертикалей, и мы сейчас, кстати, с вами этим займемся, очень даже нам пригодится. По поводу метрик. Когда вы добавляете буквы, если мы видим, что здесь у нас N-30, а здесь бар, если мы зайдем в букву, которую мы создали компонентом или элемент референс, у нее эти значения не будут привязаны. Поэтому нам их нужно заново привязать. Но нам не нужно привязывать их снова к N. Нам их в идеале привязывать нужно к оригинальной букве. А оригинальная буква в данном случае это буква O. Поэтому я ее привязываю к латинской букве O. А в N мне не нужно писать вот эту вот математику. Я просто беру и привязываю ее к N по двум сторонам. То есть все эти значения взаимосвязаны. Это мы оставляем как есть. Это просто для примера я делаю элемент референс. Все. Отлично. Теперь у нас готово целых четыре буквы, а нарисовали мы только две. Как нам пометить, что эти буквы трогать нельзя? Ну, не то чтобы нельзя, не стоит. Я обычно делаю это вот таким цветом. Каким-то бирюзовым или мятным. То есть он вроде как бы зеленый и говорит нам о том, что в принципе эта буква готова, метрики у нее прописаны. Но в то же время он не совсем зеленый, поэтому я вижу разницу между этими двумя цветами и понимаю, что мне делать не нужно. И, кстати, нам обязательно нужно сохраниться, потому что сохраняться нужно каждый раз. Вот эти окна мы можем закрывать. Мы с вами включали закрытие по Ctrl W, и поэтому я просто беру и закрываю все лишние окна, чтобы был порядок. Супер. Теперь мы можем сделать что? Можем сделать элемент референс, который мы в последующем будем использовать при создании шрифта, каждый раз повторяя. И в данном случае меня интересует вертикаль буквы N, потому что она встречается в букве I, в букве T, в букве R, в букве E, N и так далее. То есть нет, зачем нам каждый раз тут прямоугольник рисовать. Я могу просто его повторять и копировать. Поэтому заходим в букву I, в верхнем окне, который у вас, скорее всего, не включено, вы можете его включить в... Вот так. Где-то здесь можно его... Вот текст бар. View, Control Bar, Text Bar. Вы ее включаете. Теперь вам не нужно переключаться на инструмент текст, вы можете просто ввести сюда букву H, и она у вас появится. Еще небольшое уточнение по поводу окна Edit, в котором вы редактируете глиф. В нем у вас по умолчанию включены вот такие треугольнички, у меня они отключены, которыми можно вручную редактировать метрики. То есть вот эти значения не вписывать вручную, а двигать. У вас они включены и находится это все в... Ну, в общем, выглядит это вот так. То есть теперь я могу, если, предположим, у меня отключена привязка к краю, я могу потянуть за форму, за границу площадки и изменить метрики полуапроша в букве N. Это может показаться удобным, но на самом деле это дико неудобно, потому что вы каждый раз будете случайно вот как-то так их сдвигать. И просто вы можете в какой-то момент не обратить внимание, и у вас так как все привязано, и все построено на привязке, например, в букве N, у вас все съедет. Поэтому, чтобы лишний раз этого не происходило, я вот эти штуки просто-напросто отключаю. Кстати, так как вот эти привязаны, их не получится сдвигать. А, даже их получится. То есть здесь вообще все может поломаться. Поэтому я отключаю их, то есть я их блокирую. Lock, View, Lock, Glyph Matrix. И теперь я не могу здесь ничего сдвинуть, но здесь мне нужно обязательно навести порядок. Это я убираю. А здесь равно 70. Вставляю. Теперь никаких с этим проблем не будет. Во всяком случае, у меня точно с этим проблем нет никаких. Если вам что-то непонятно, можете задавать вопросы в комментариях, можете пересмотреть видео. В принципе, здесь особо ничего сложного нет. Можете задавать вопросы на канале Твой шрифтовый фетиш и в чате Твой шрифтовый фетиш, посвященный Фонд Лабу. Заглядывайте ВКонтакте, в группу Твой шрифтовый фетиш, куда я дублирую новости, и сайт, который готовится, где я буду выкладывать различные материалы, уроки и шрифты, которые я рисую. Надеюсь, все будет окей. Увидимся в следующем видео.